шварси наблюдают за моей бузиной до шварси да ну а мы что делаем мы готовим ужин владик будет делать креветки сейчас я достану тебе сковородочку может быть ты на вот этой квадратненькой попробую она нормально все поместится и она хорошо естественно да 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 компа то был а сегодня владик развлекается нашим красным вином он набрал из подвала и также мы будем делать вот эту рыбку эта рыбка готова а я так составляю компанию мужу ну такое вино не грех выпить хоть каждый день по бокальчику креветки это кару коронный конек владика так и чё она пищит у нас так я купила чеснок у эмишей может ты сухой чеснок будешь использовать или хочешь да вот там как раз полный этот окей отлично а я что тут уксус у нас виногар стоит ты достал уксус да тогда я выкидываю еду эту персиковую бутылочку нормальный запах или тебе не нравится запах да да они так пахнут эти креветки потому что эти были на скидке я помню на скидке да это пачка ну по-моему их уже ради родила съели ничего ну что ну они вроде одинаково пахнут я не знаю хорошо мы их ели да ладно еще сюда но они у нас стояли в морозилке так что уже ну как сказать да они не вонючие они именно пахнут креветками и у меня поменялось что-то мне вот это рыба запах вообще да и креветки аж прямо не хочешь нет хочу 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 перестань окей а то смотри у нас есть выбор у нас есть крылышки еще так идем выкидывать идемте выкинем сегодня у нас выброс мусора одно ведро пустое ну вот потихонечку снег сходит а я пока заряжу да да наш air fryer пойдемте со мной в бакалею так ну и бакалеи будем искать да вот это наш драгоценный нью-йорк с близнецами вот это нью-йорк как я любила там гулять люди просто обожаю но не сейчас не сейчас сейчас там толпы бомжей валяется возле этих всех дорогущих гостиниц куча беженцев но это мы с владиком уже 2003 году это форма для соревнований вам была выдана да ну это естественно я это саша товарищ владика они вместе ездили получали визу на спортивные соревнования в киев ну это магнитик из вены ну вене мы были конечно ну да ну это маленькая полинка я ее вечно фотографировала потому что она я с ней сидела это мы в какой-то поездке очередной с владиком какой-то гостинице это аленка но это владик с полинкой это аленка это владик с костей ну и это полинка я помню как я ее фотографировала мы как раз с ней гуляли да ну много фотографий у меня конечно да я постирала белье там у меня сушится джинсы пару кофточек опять стирала все что вчера я постирала вы как раз слышали как машинка тарахтела то она уже высохла сегодня я опять достала пару кофточек там джинсы и постирала да зовут зачем зимой тут иметь эту машинку да для того чтобы сушить белье если она высыхает вообще супер абсолютно и одежда не портится потому что ты же не имеешь конечно одни джинсы и одну кофту правильно поэтому у тебя есть возможность высушить нормально сушилки сушилки она портится без шут без сушилки я не убеду это придумали того чтобы у тебя быстрее одежда портилась а это точно зимой так вообще сразу все сушится а летом тоже ну летом чуть-чуть дольше но это нам хватает а технология очень горячий воздух ну да мокрая и сразу горячим воздухом а сколько извините электроэнергии на нее уходит вау крутить барабан и это все греть ну да так это все они же у нас не очищены я панцири чтобы потом только кушать ну да добьем мы эти креветки то лежат уже несколько месяцев так сейчас поставлю телефон ну тут не то что палочки а тут вот такие кусочки это кусочки эти лучше чем палочки да кранчи есть батарет бир батарет и еще там какие-то были креветок тоже ожирение бывает видишь креветок из какой стати понятно а что кушать тогда вот что кушать да если все у нас непонятно какое просто не кушать но все вот эти покушаем и больше не будем покупать эти креветки так я включаю так на 20 минут а китайский максимальная температура тут 400 фаренгейта это где-то около 180 цельсия наверно ну то есть салмант салмон это красная рыба лосось ну мы у китайцев больше не будем брать мы будем брать только там рыбу другую бронзи не будем брать бронзи не будем брать только надо чтобы нас не накололи он дал вонючую помнишь? а ну да только дал вонючую да последний раз когда мы ездили я по-моему снимала видеоролик что нам подсунули вонючую рыбу мы две выкинули одну по моему поджарили только вот так то ну это я так могу сделать ты же более мягкий да ну хорошо что я хочу они не муж у меня добрый-добрый так давай разогревая пожалуйста ставим ты добавляешь масло да чуть-чуть чуть-чуть масла да но сейчас я должен их сначала что делать цветочки еще с 8 марта стоят ну да подарено с любовью о давай солнце мне что? руки что что давать? все приправы давай чеснок подравку чеснок перевожу подравка это вегета где-то что еще мы там давали? красный перец красный перец сладкий да и мы можем дать вот эту приправу для рыбы для самона хочешь? она неплохая а не-не-не-не греческую греческую в греческом зале в греческом зале мне вот эта греческая приправа по запаху напоминает не только греческую еще и болгарскую с одной родней я когда вот только что нюхнула вспомнила болгарию к сожалению мы с Владиком не ездили на моря когда жили в Украине мы вместе там прожили всего лишь 2003 год а нет мы ездили чего я гаражу-то мы ездили но я эту тему сейчас не буду поднимать куда мы ездили с тобой я имела ввиду, что за границу на моря за границу на моря мы ездили в Крым город Саки Владик впечатлился этой поездкой город Керчь вернее да Керчь Керчь значит что ты дал ты даешь все эти приправки он тут одни просто ошпаренные которые были сырые а другие вот розовые они уже приготовленные в мешочке были значит одни купленные уже приготовленные а другие были сырые у нас в морозилке так вот он все ошпарил в кипятке добавил все эти приправы вегету греческую приправу красный перец и молотый чеснок запах люди обалденный так теперь добавил подожди выключилось добавил тут оно такое чувствительное если чуть-чуть ой наверное надо потише чуть-чуть масла добавил креветки наверное сок попал из кастрюли да будешь лук добавлять нет а ну тут не нужен можно сухарики добавить если хочешь вот сухарики вот там у меня сухарики сначала поджарим да теперь ой забрызгалась сейчас я попытираю да так что у нас тут происходит поджаривается в принципе да надо взять вилочку так а тут у нас все выключилось опять 25 опять 25 ты уже помнишь где эта пробка да вчера я включила гриль а сегодня у нас был включен вот это вот я думаю что такая тишина вдруг наступила да надо не забывать все из одной сети алекса алекса тоже не работает так а теперь нужно шварси ой владик возьми пожалуйста бутылки я тебе зашвырну туда вот тут у мужа все вся лаборатория ведро его любимое швабра веревка вот там стоит там стоит а там вот у меня вот это наш насос так все красавица бежит сюда она очень любит гулять в подвале но я ее не пускаю подпольное лабораториум уже тут в подвале ага давай закрывай что он там делает да все теперь алекса восстанавливается подожди тогда нельзя это владик сейчас опять выключится давай креветки давай тем более что вот это уже почти готово сейчас я их доделаю быстренько и это все будет о сотку все пустили представляешь ну еще сотку стены тогда я сейчас а если не варить если что ты говоришь воду их не опускать заранее а я поняла я поняла тебя когда они размораживаются и вода будет ага и не будет его эффекта жареный жареный эффект даже так вода еще ну понятно понятно они должны жариться так сейчас я посмотрю сколько время ровно шесть вечера ровно шесть вечера у тебя еще не в одном глазу это точно до настоящий запах изабелла не домашняя а такой уже фильтрованная забелла это и есть у забеллы да у нас изабеллу и культивировали в основном ну да для вина в наших местах молдавская вина в принципе это может в одно ведро поместиться выкинула я выкинула да я иду поздороваюсь с вами приветики у меня еще у меня еще один видеоролик выйдет там где я гуляла и я снимала эмишей да да так что ждите сегодня забомблю вас роликами не знаю ли завтра буду снимать ну мы посмотрим думаю вам достаточно будет кстати я гуляла сегодня ну как бы ходила и зашла в магазин к эмишам это я рассказываю тебе Владик и значит некоторые продукты в общем они переделали тот магазин они сделали новый с вещами их я поснимала а этот магазин где были только продукты там во втором зале они тоже сделали продукты типа там кофе всякие печенье в общем вся бакалея и что ты думаешь первая попавшийся батончик спортивный был просроченный в январе месяце срок годности прошел ванькино печенье глютен фри ты помнишь какие они дорогие были мы всегда ему покупали не меньше трех долларов пачка а то и больше 99 центов такие большие большая пачка довольно печенье как сэндвич как срок годности я не нашла ты что 99 центов они могут быть вообще просроченные ты что я ему такое брать никогда не буду это хрен да 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 что вот это такое это квинола кстати квинола это немецкая такая штучка надо доесть нету да нет это на бутерброды а не 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 я вот сейчас только добавлю хат соус чуть-чуть туда ну это не хат это такой тот китайский да да ред чили а у нас хат нету да уже так это хат а он такой слабенький ну это вкусная очень так ты слышишь что я говорю просроченные продают ух ты да у них все втре дорого а тут такая дешевизна печеней которые я всю жизнь в бане покупала которые стоили больше трех долларов если ты помнишь сколько хлеб стоил всегда булка хлебка хлеба gluten free 4 с чем-то доллара а печенье стоили 3 с чем-то доллара да да а сейчас уже сколько времени прошло мы уже тут три года как живем а Ваня в школе уже 4 года где-то и представь себе за 99 центов такая огромная пачка печенья я стала искать сроки годности не нашла они повытирали спиртом но там есть очень много разного кофе различного кофе там много но тоже было много довольно людей потому как завтра они не работают 29 и я уже не стала смотреть это кофе потому что у нас кофе есть знаешь ну в общем шарлатанят амиши еще те вот такие креветочки получаются амиши уже не те что раньше не те что были не те что давече да нынешние все сейчас ну ничего нормально а цены Владику не хочешь сюда да они чуть-чуть сделают более вязко не нету кукуруза вот они вот они давай сейчас вот сейчас добавим сухариков и будет красота это Ванькина кукуруза видишь как пошел да да жарко пошло хороший запах да пошло разжаривание берешь вилочки и кушаешь все готовые все снято все уже фирменное блюдо креветки самое главное качество креветок чтобы было а все остальное можно сделать ну все значит ты же не сделаешь кулю из да 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 не сделаешь все мы будем заканчивать будем садиться сейчас кушать я буду накрывать на стол все все всем спасибо за внимание думаю вам было с нами весело пока пока всего хорошего say goodbye good bye запах прелестный ну ты каждый раз делаешь по-разному у тебя постоянно получается вкусно ты молодец все всем пока люди любите 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 любите